Сообщили, что с 2013 года двумя вечным человеком налажен вейс автобуса. Несколько мне известно, автобус туда не ходит и даже остановки там тоже нет до сих пор. Нет, автобус ходит. И согласно вот этой навигационной системе, там ездит один дедушка. Каркина, когда он звонит, когда он едет, он звонит Каркиной. Она приезжает даже на своей машине, забирает его и прибудет сюда. У меня информация от местных жителей, что автобус туда не ходит. Я не знаю, если она получает субсидии и не ездит туда, то, наверное, это неправильно. Это не должно быть. Ну и по остановке не менее важный вопрос. Потому что люди уходят прямо на дорогу, и это как минимум опасно. Это для первого ДТП и будут проблемы. Ну я это проверю. Если бы автобус так легчоненько... Нет, автобус на автобусе точно деревне не предпочитает. Причем место, там, в принципе, для нее есть. Схема утверждалась совместно с ГИБДД, совместно с Дорожной службой. Вы забыли, а разве, если нет остановки, автобус имеет право остановиться? Нет. А? Нет? Нет. Можно тоже вопрос задать, как жителю? Вот я стою, слушаю, как бы, вот просто вот у меня слов нет. А вообще, вот эти маршруты, которые вы субсидируете, должен быть конкретный график? Или это можно в индивидуальном порядке, получается, картиной звонить, что ли, или что? Или все-таки должен график висеть где-то в деревне? Да, график есть, везде есть графики. Вот в деревне Верхняя Челуемка, как житель вам официально заявляю, его нет. Я ежедневно, ездя в город, из города довожу людей, которые не имеют возможности выехать с деревни. И ни о каком одном дедушке там речи не идет. Вы знаете, вот раньше я могла в это поверить, но сейчас, когда я открываю эту систему, я вижу, автобус был там или нет. Чаще всего, конечно, нет автобуса туда, но, согласно... А зачем вы деньги даете, если автобуса туда нет? Субсидируете? Начиная с этого года мы субсидируем только фактически осуществленные поездки. Что, на автобусу стоит система ГЛОНАСС? Система ГЛОНАСС, да, и я могу открыть, я утром прихожу, начинается мой рабочий день с того, что я открываю эту систему и вижу, автобус пошел или нет. Если он не пошел, то за этот день он субсидироваться не будет. Почему людям не доводится информация, когда автобус туда ходит, чтобы они могли этой услугой воспользоваться? Для кого эта услуга тогда? То, что расписание пассажирских перевозок размещено на сайте администрации района, размещено в газете, советское причулынье размещено в остальных газетах, вот, экран информ, регион и какая еще газета у нас есть. Татьяна Владимировна, ну вы же сами говорите, что, как правило, он туда не ездит, там, когда-то ездит, но в основном не ездит. Ну, значит, смысла в этом расписании никакого нет, потому что человек пришел, автобуса нет, и что он будет там ждать и чего? Почему системы нет? Почему нет расписания и завести это в систему? Чтобы житель знал, что он в пятницу в три часа подойдет, и здесь будет автобус. Есть расписание, я вам поясняю, что оно и в сельсоветы... Хорошо, давайте сейчас сядем на машину, доедем до деревни Верхняя Чуемка, и вы мне покажете пальцем, где оно висит. Давайте. В деревне может быть и нет, но я... А для кого тогда? Вы возите... Там нет ни остановки, ни расписания. С тринадцатого года маршрут официально числится, и на него выделяются деньги. С тринадцатого. Я сейчас посмотрел, я просто в шоке, как житель деревни. Стоит признать, что этот маршрут, он не действует на самом деле, он действует только вот в этом отчете, он больше никак не действует. Но это стоит признать. Просто не надо, пытаться доказывать того, чего нет. Ну, тут же люди, как бы, тем более, вот один житель есть. Я тоже там часто бываю и знаю там сто раз, но нет, но в том, по сути, нет. И мы ежедневно людей довозим до города, из города, они стоят и ждут попуток. Я каждый день людей практически довожу. Два раза в неделю? Да. Он же не ежедневный маршрут, два раза в неделю. Никто об этом не знает. Ну, почему нет маршрут, я вам говорю, что написание... Ну, до жителей не доведена, ну, информация никоим образом. Через газеты. Давайте, ну, езжу, вот пусть прединформация была, хотя бы за март месяц или за февраль, сколько там было. Ну, как же, можно вытащить выписку из сети, выговорить, чтобы посмотреть, чтобы разговоры ввести уже о чем-то конкретно. И скажем, сколько там, раз было, два раза. Не было, да. Сейчас же все было. Не было, пожалуйста.